Лук, вот из основного тела, он превращает от заготовки. А резец, он, ну, тогда заготовка в нужную форму. Это своеобразный токарный станок. Такие, по словам ученика 9-го класса Николая Иванчука, использовали еще в Древнем Египте. Одной рукой мастер держал заготовку, другой резец. И уже через несколько часов полено превращалось в вазу или чашу. Но качество оставляло желать лучшего. Инструменты, которые использовали рабочие из страны пирамид, здесь не случайно. В школе проходят уроки погружения в историю. Тема этих занятий – Египет. Итак, взяли первый элемент – лепесток лотоса. Сложили его пополам. Аккуратненько. А это уже младшие классы. Дети собирают главный символ Египта – лотос. Цветок могут сделать всего за 20 минут. Школьники признаются, работать несложно. Самое главное – ровно согнуть бумагу и отрезать лишнее. Ученики уверены, на таких уроках узнают много нового. И с удовольствием делятся знаниями. Цветок лотос – он радовал древних египтян. С давних времен сохранилась пословица, что чем больше лотосов на воде, тем велико плодородие. И что лотос был посвящен богине плодородию Исиди. Именно в таких нарядах и гуляли египтянки по улицам, уверена ученицы старших классов. Костюмы и танцы подготовили сами. Всего за полторы недели сшили всю коллекцию. Школьники говорят, в такой одежде можно ходить и сегодня. Вот, например, белый костюм представлен. Он может сейчас носиться летом. Конечно, можно что-то там поделать. Как, что понравится кому. Можно все это переделать. На уроках школьники изучают не только моду, инструменты и главные символы Египта. Многие ученики проводят настоящие исследования и пытаются доказать, что уже в те времена у египтян было электричество. В храме Хатхоа можно было наблюдать очень интересный рельеф. На нем изображена оглушевидная клумба с спиралью внутри и ведущие провода на коробке, надписи на которой не были до сих пор расшифрованы. Вот, к примеру, напоминающая ее первую лампу Ладыгина. Она горит за счет нагревания графитовой стержня. Этот эксперимент, по словам учеников, показывает, египтяне могли использовать и светодиодные, и люминесцентные лампы. Такие уроки помогают не только понять, как жили люди несколько тысяч веков назад, но и приобщиться к древней культуре. Преподаватели обещают, уже в следующем году занятия повторят. Но о том, какая будет эпоха, пока не говорят. Алиса Зубрева, Ксения Зубина, Олег Бирюков, ТВ-центр, Маркс.